Иван Зинкевич расскажет как Зима без морозов не бывает, причем настоящие холода еще впереди А ведь для любого авто сильный минус – тяжелое испытание Очень низкая температура серьезно сказывается на работоспособности многих узлов и деталей Не говоря уже о технических жидкостях Так как правильно разбудить автомобиль в таких условиях? Греть или не греть мотор? Любые материалы на морозе становятся жесткими и иногда хрупкими Детали автомобиля не исключение Все резиновые элементы, патрубки, сальники и прочее дубеют А масло и технические жидкости становятся более вязкими и густыми И хуже прокачиваются в своих системах, увеличивая в них давление Это, конечно, чревато проблемами Иными словами, в сильный мороз двигатель находится вне своих рабочих параметров Значит, точно прогреваем Но сколько? Желательно до хотя бы того момента, когда индикатор температуры двигателя Начнет показывать температуру Если датчика нет, просто ждем уверенной работы мотора И не нужно пугаться высоких оборотов после запуска Управляющая электроника современного двигателя Сама выбирает оптимальную частоту вращения коленвала Регулируя процесс смеси образования Бензиновый двигатель прогревается даже на холостом ходу Дизельный двигатель прогреется лучше при нагрузке, то есть в движении С мотором разобрались Но это еще не значит, что можно ехать Ведь с коробкой передач ситуация похожая Независимо от типа, в ней тоже есть масло И оно тоже густеет на сильном морозе, теряя свои свойства Для прогрева механики нужно первые несколько сот метров двигаться на низких передачах Автомату можно помочь по-другому Пока вы прогреваете мотор, дайте коробке немного поработать в режиме драйв Стоя на месте Масло за это время немного разогреется И тем не менее, постарайтесь первые 1-2 километра избегать активного вождения Но это еще не все Подвеска, рулевое управление тормоза В этих узлах тоже есть и жидкость, и резиновые элементы Поэтому рекомендация та же Первые километры никакого адреналина Аккуратно переезжаем все неровности Чтобы в амортизаторах и стойках немного разогрелось масло Кстати, шины тоже должны дойти до определенной температуры Времени на все уйдет немного Зато вы точно ничего не испортите Более того, прогрев напрямую влияет на долговечность автомобиля Ну, конечно, все эти рекомендации актуальны лишь для сильных морозов Под 20 и ниже Но если советами пренебрегать, высока вероятность поломок Причем гарантийным случаем их могут не признать А далее одиночные поломки